Маскам – да. И это не просьба, это распоряжение. Если до сего момента ношение защитной маски имело рекомендательный характер и регулировалось только соображениями совести, то теперь хочешь, не хочешь, а надеть маску в общественных местах всё же придётся. Улица не входит в список ограничений, однако включён общественный транспорт и маршрутные такси. Сотрудниками Брестгуртранса, транспортной инспекции и Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии сегодня был проведён совместный рейд по соблюдению предписаний масочного режима в городском общественном транспорте. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у нас в стране в городе Бресте городским исполнительным комитетом введён масочный режим с 14 ноября. Поэтому сегодня мы проведём рейд по установлению лиц, которые не используют маски, это и водители, и пассажиры транспортных средств. В центре внимания проверяющих маршрутки. Чудеса, но все пассажиры в масках, водитель тоже. Средства санитарной защиты имеются и в наличии, и про запас. Лежит ли в основе высокий уровень сознательности граждан или причиной тому пресловутое сарафанное радио, по которому новости между водителями маршруток передаются со скоростью света, мы не знаем. Но результат радует. При проведении контрольных мероприятий проверялись документы, в том числе разрешение на допуск участия в дорожном движении, страховые полисы перевозчика перед пассажирами, страховые полисы общегражданской ответственности. Также делали наблюдение за оформлением транспортного средства, внешнее, внутреннее наличие огнетушителей, аптечек в салоне транспортного средства, а также производили контроль за соблюдением масочного режима водителей, а также и пассажиров. Маска не аксессуар, даже если она очень симпатичная. Это одно из средств противостояния коронавирусу, и носить ее в кармане не рекомендуется. Я без маски стараюсь не брать вообще пассажиров, чтобы не садились. А если люди заходят, ну стараюсь предупредить где-то. Соблюдаем сейчас время такое, что с этим коронавирусом много очень людей болеет, и приходится соблюдать эти все меры безопасности. Просто я делаю, чтобы никаких претензий. Важно, наверное, надо следить за тем, чтобы люди ходили в масках, как-то себя и окружающих берегли. Может быть, это не стопроцентная гарантия, но, конечно, надежда есть, что это помогает в данной ситуации. Разные люди, разные мнения, правило одно. А вот водитель имеет право пассажира без маски отправить продолжать маршрут пешим ходом. Его самого пешком не отправишь, но административное взыскание, не сомневайтесь, найдет нарушителя. Правда, заплатит за него работодатель. В машине очень большая редкость, когда кто-то без маски. В принципе, более-менее нормально. На ваш взгляд, насколько это важно сейчас соблюдать масочный режим? Честно говоря, мое мнение бесполезно. Бесполезные маски. Если дети идут в школу до 14 лет без маски, они приходят домой. Родители потом то же самое. Это все бесполезно. Но, тем не менее, вы не нарушаете... Мы придерживаемся, у нас законы есть. Не остались без внимания и городские автобусы. Здесь пассажиров больше, а потом и ответственность выше. Оказалось, что даже те единичные случаи, когда пассажиры были без маски, устранялись одним движением руки. Ведь аксессуар был с собой в кармане. Для кого он там лежал, непонятно. Одевай, одевай, я только зашел, понимаете. Хорошо, спасибо большое. Во всех случаях срабатывает один фактор – человеческий. Не боишься сам заболеть – твое дело. Подумай о тех, кто рядом с тобой. Проявите уважение и заботу по отношению к окружающим вас людям. И помните, если вы единственный, кто не надел маску в салоне маршрутки, покинуть ее придется всем пассажирам. Причина банальна и проста – транспортное средство отправится на дезинфекцию. Во избежание таких ситуаций порекомендуйте соседу надеть маску. В ходе текущего рейда было проверено 15 транспортных средств. Водители и пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Также в машинах в наличии и антисептики, и информация по нераспространению и мерах профилактики коронавирусной инфекции.